Хочу сказать, что у этого механизма женского есть обратная сторона. Если она себе красивый образ создаст, будущее, которое хочет, и наполнить ее, включить свою сексуальность и наполнить еще энергией, то это будет такая сексуальная магия, которую наши предки использовали. Когда они на пахоту выходили, мужчины и женщины, иногда публично занимались, с амитиями. Когда в наш этот образ входит реальная сексуальная энергия, это как колдовство своеобразное. И это реализуется. У нас такой тренинг сейчас уже разработан. Мы в будущем будем экспериментировать. Сначала образ создавать, потом проверять его на экологичность, то есть порвет хомячка на куски, на хорошо ли это будет, то есть проверить, можно ли это, так сказать, магнетизировать, а то потом намагнетизируем, неизвестно, каким результатом приведет. А потом уже при помощи телесных разных практик, медитативных практик, создавать вот это состояние вверх-низ потоков туда, ну чтобы окружилось, да? Оно, когда зависает плохо, когда только здесь энергия плохо, а когда включилась в этот теномат. Это идет у тебя по кругу? Да. Потому что едешь вот отсюда-сюда, вот там. Да, да, да. Это как цигуни. Цигуни, конечно. Нет ничего не абсолютно нового. Их вообще три круга. Это вот отсюда-сюда, это справа-налево и сперед-зад. Три основные качества реальности. А она что значит, скажи, что такое справа-налево? Мужское, женское. Нет, ты покажи, где-то справа-налево. Ну вот право, вот лево, вот идет цикл. Да оно по всему телу.